Были жрецы, естественно, которые, так скажем, прислуживали этому культу, работали, выписывали, если можно так же назвать, но их же так же назвали тесскими куретами. Кто такие куреты? Мы еще будем проходить улицу куретов, которые в отдельной здесь находятся. Соседшее здание с левой стороны, это не что иное, как канцелярия этого города. То есть здесь у нас проходило заседание, решение каких-то вопросов. Здесь специальное закрепление непосредственно вот здесь и проходило. И вот эта улица вместе, вот сейчас отсюда очень хорошо видно, можно представить, в принципе, базилику, которая была достаточно высокой, сверху был треугольный фронтон, и вот это все вело у нас вниз, это начало священного пути. Вот эти вот как раз все куреты, которые прислуживали в храме действия, они обладали, на самом деле, достаточно интересным правом. Мы сейчас здесь спускаться вниз по мраморной улице, спускаться будем аккуратно, потому что улица мраморная, гладкая абсолютно. По этой простой причине тераписто не надо, но вот эта решетка, которая лежит современная, как утверждается, она лежит на том месте и по аналогии с решеткой, которая использовалась для заключения преступников в всей древнем мире. Прямо на улице находились ямы, в которых сидели преступники, приговоренные за какие-либо особо страшные преступления, серии убийства, изнасилования и так далее. И вот они, вниз проходя, любой из прохожих вот из этой местности на презрение к этому заключенному мог сюда через решетку плюнуть. Сейчас сливать через эту решетку не надо, там никого в любом случае нет, но примерное нахождение одного из таких возможностей вниз, оно вот так раз приобретает, а то остальное, все, что там было, в избежание каких-либо случаев, просто закрыто. Но, тем не менее, еще было одно простое, так скажем, право у этих самых куреков, которые прислуживали в этом храме, проходя в этой самой священной улице, поскольку это все-таки был священный темник, отсюда вниз, к храму Артемиды, как раз вела дорога, если вдруг они встретили на пути своем еще только осужденного человека, но еще не посаженного в эту самую темницу, они имели право его отпустить. На самом деле, особенность была такова, что начинали они свой священный путь, свой спуск к храму Артемиды, накурившись опия. То есть, в принципе, им могли на этом пути понравиться вообще все, но как бы там ни было, вот такая технология тоже подлюдалась. Поэтому, что мы сейчас с вами делаем? Мы тихонечку спускаемся, мы по пути фотографируем, сейчас летели еще есть, и те, кто спрашивает, что это вверху за шиферная обстановка такая, так и лежат, там раскопки как раз-таки жилища жрецов непосредственно. Вот здесь у нас контилерия, а вот это начало священного пути, мраморная улица. Поскольку народу идет много, пожалуйста, меня не потеряйте. Я вас встречаю прямо внизу, а дальше у нас с вами будут осмотры площади Домикана. Пойдемте посетить.